Как известно, сами термины «левые» и «правые» возникли чисто случайно в ходе событий Великой Французской революции. В созванном в 1789 году национальном собрании противники короля, выступавшие за радикальные буржуазные преобразования, сели слева, а сторонники короля в правой части зала. Таким образом, борцы за прогресс и народовластия были окрещены левыми, а консерваторы правыми. Однако в последующие десятилетия заявили о себе представители социалистических движений, которые выступали за еще более серьезные преобразования общества, еще большее равенство и еще больший демократизм. Поэтому именно их вскоре стали называть левыми. Либералы сместились в центр, а консерваторы и монархисты разных мастей остались справа. 20 век внес свои коррективы в эту модель. На левом фланге произошел окончательный раскол между революционным крылом коммунистами и реформаторским крылом социал-демократами. Последние весь 20 век все ближе сдвигались к центру, и сегодня, в 2019-м, многие социал-демократические партии уже мало чем отличаются от либеральных. В то же время, но умеренно правом крыле появились национал-демократы, а на крайне правом – фашисты и нацисты. В итоге сформировалась примерно такая картина расстановки политических сил, которую вы наблюдаете на экране. И тут может возникнуть вопрос, а есть ли четкие критерии, ну или хотя бы один критерий, который бы отделял левых от правых? Фантазеры типа того же Соколовского говорят, что, мол, главный критерий на лево-правом спектре – это степень экономической свободы. Типа левые хотят тотального экономического контроля, а правые – нет. Но эта схема разбивается об анархистов, которые исторически находятся на крайне левом фланге, но выступают за полную свободу и децентрализацию. Да и у коммунистов государственное регулирование не является самоцелью. В конечном счете последователи Маркса, Энгельса и Ленина выступают за отмирание государства. Читайте хотя бы книжку «Государство и революция». Лет 15 назад, видя фашистующих скинов на улицах, я считал, что наиболее четким критерием, отделяющим левых от правых, является отношение к национальному вопросу. Национализм правым, интернационализм левым. Чаще всего так и есть, но имеются свои исключения. Например, в Каталонии есть партия кандидатура народного единства, смешивающая социализм и национализм. Национализм присущ был и многим антиимпериалистическим национально-освободительным движением третьего мира, не мешая им быть левыми и сотрудничать с тем же Советским Союзом. Кто-то скажет, мол, отношение к собственности на средства производства. Вот важный критерий. Важный, но опять же не универсальный. Дело в том, что социал-демократы, которые исторически относятся к левым, не отрицают необходимость частной собственности. Более того, за частную собственность выступают и либералы, и правые, включая фашистов и нацистов. Можно заявить, что левые в основном настроены антиклирикально, а правые хранят религиозные ценности. Часто это так, однако мы видим, что в некоторых странах Латинской Америки развивается левое движение теология освобождения, в то же время как многие европейские правые поддерживают идеи атеизма. Точно так же не работают критерии стремления к переменам и реформам с революциями. Так что же получается? Может быть вся эта тема с делением на левых, правых и впрямь устарела? Отнюдь. Ибо остается один, но крайне важный критерий – стремление к равенству. Чем более радикальные формы равенства предлагают политические силы, тем левее они. Поэтому неудивительно, что на крайне левом фланге обитают коммунисты и анархисты, которые выступают не только за национальное, социальное, гендерное, юридическое равенство людей, но и за равенство людей по отношению к средствам производства.